Во все времена в любом обществе отношение к человеку труда – мера его ценности. В областном театре собираются лучшие представители коллективов Бобруйского района. Те, кто своим профессиональным мастерством и творческим отношением к делу вносит лепту в социально-экономическое развитие региона. Подводят итоги года, анализируют проделанную работу и ставят планы на будущее. 2022-й для агропромышленного сектора непростой, однако выручка увеличивается на 18%. Настолько же прирастает зарплата. Чистой прибыли получено на 9 миллионов рублей. Скажу так, что не сминусовали ни одного показателя меньше прошлого года. Поэтому есть рост планомерный, поступательный. Поэтому движение района вперед ежегодно есть. Самое главное достижение – это рост уровня доходов населения. То есть рост уровня заработной платы у нас выполнен, этот показатель. Как реальный, так и номинальный, что очень важно. Санкционное давление снижает объемы зарубежного экспорта. Зато поставки в Россию прибавляются на 39%. Радует и урожай. Аграрии района выращивают и убирают 46 тысяч тонн зерна с учетом кукурузы. Тем самым обеспечивают стопроцентное выполнение госзаказа. Увеличивается производство овощей на 7%, картофеля на 120%. Значительный прирост также по мясу и молоку. В числе флагманов – Михалевская Нива, СПК «Гигант» и филиал «Воротынь». Выполнили почти все производственные экономические показатели. Это и производство молока увеличилось у нас, это и выращивание КРС увеличилось. Зерновых собрали больше, вал больше. Соответственно, товарной продукции больше, поэтому получили выручки. Те задачи, которые сегодня успешно выполняются, это не просто задачи, это слаженная работа трудового коллектива. И оценка этому всему, заработная плата, она сегодня у нас составляет 1276 рублей. Получили картофеля 13 тысяч тонн, плюс 3 тысячи тонн зерна получили 11 тысяч тонн вместе с кукурузой. И все это возможность дало нам получить такую заработную плату. Заслуженные грамоты и благодарности получают десятки тружеников. Трое удостаиваются почетного звания «Человек года». Среди них народный мастер Беларуси. В умелых руках Александра Орлова оживает глина. Гончарному искусству он посвящает 34 года. Сохраняя культурное наследие своего народа, обучает школьников из глуши старинному ремеслу. Мужчина изготавливает керамику по древним рецептам. Его работы известны далеко за пределами страны. Знаете, очень приятно, конечно, за оценку моей работы. Обучение учеников – это наша прямая обязанность, наша специальность. Поэтому всю жизнь и всю душу отдаем своим детям. И стараемся наше ремесло продолжать, чтобы у нас были последователи, чтобы керамика, она процветала. Район развивается не по дням, а по часам. В эксплуатацию вводится 7700 квадратных метров жилья. Производится ремонт более 11 тысяч квадратов дорог. Прирастает и предпринимательский сектор. Им формируется 35% поступлений в бюджет. В малом и среднем бизнесе трудятся треть занятых в экономике региона. Делаются успехи в сфере образования, туризма, спорта и информационных технологий. Аграрии страны, к слову, уже готовятся к посевной. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.